Компактный, весьма комфортный, технически подкованный и крайне самобытный автомобиль, ставший глотком свежего воздуха для любителей жизни по шаблонам. В очередной раз фурором покорил мировой автомобильный рынок. Да, вы правы, речь о Kia Seltos. Модель была представлена как концепт-кар под названием SP Concept на выставке 2018 AutoExpo в феврале 2018 года. Сначала модель начали выпускать на родине компании, в Южной Корее. Затем производство стартовало в Китае, причем там машина получила шильдик KX и позиционировался он как второе поколение. И через несколько месяцев конвейер по производству стартовал на Филиппинах и в Индонезии. Кстати, отметим, что в Индии Kia Seltos тоже производится, правда, со своими особенностями. Во-первых, при производстве используется предыдущая модульная платформа K1. Во-вторых, машина отличается внешностью. Но самое интересное, для того, чтобы не создавать конкуренцию уже существующим и весьма неплохо продающимся моделям Stonic и Exceed, кроссовер Seltos не продается в Европе и Турции. В марте нынешнего года Seltos начали собирать и в России на автоторе. Причем сначала была крупноузловая сборка, а уже летом для модели построили полноценный конвейер. И теперь кроссовер собирается по полному циклу. Чем же так привлекает этот компактный кроссовер? Ну, начнем с того, что при создании экстерьера дизайнеры и инженеры вдохновлялись уже существующими моделями марки. Прежде всего скажу, что непосредственно Kia Seltos это конкурент и родной брат модели Hyundai Creta. Здесь вы можете найти некоторые решения от Kia Sportage и от Soul. Самой главной фишкой является, конечно же, фирменная решетка радиатора. Как любят ее называть корейцы, улыбка тигра, нос тигра, усы тигра. Действительно, отдельные сходства все же просматриваются. Корейцы очень хорошо поработали над головной оптикой. Здесь она выполнена в стиле двухэтажных секций. Если не брать в расчет самые бюджетные комплектации, где стоит галогеновый свет, то Seltos получил светодиодный свет. Здесь присутствуют все атрибуты современных кроссоверов. Такие как защитный пластиковый обвес кузова, огромные колесные арки, фальш-прорези на заднем бампере под выхлоп, высокая линия остекления и горизонтальные выштамповки, выполняющие роль ребер жесткости вдоль всего бока. Приятной особенностью можно назвать и рейлинги на крыше. Выполнены они не совсем обычно по дизайну, но функциональность от этого не пострадала. В общем и целом, Kia Seltos похож на другие компактные кроссоверы, но при этом имеет свои отличительные черты, и вы сможете легко выделить его из потока. Если заглянуть вовнутрь, первым же делом в глаза бросается дисплей медиасистемы диагональю 10,25 дюйм, выполненный, как сейчас это модно, в стиле парящего экрана, больше ориентированного на водителя. Конечно же, отдельного внимания заслуживает проекционный дисплей, что само по себе приятный бонус в таком классе автомобилей. В зависимости от комплектации можно наблюдать атмосферную подсветку салона, кожаную отделку сидений, руля и рычага переключения передач. Места сзади не так уж и много, хотя Seltos длиннее своего прямого конкурента Hyundai Creta. В топовой версии автомобиль получил всевозможные технические решения, такие как климат-контроль, система запуска двигателя с кнопки, подогрев задних сидений. Задние сидения теперь по желанию разделяются под локотником. Но чего-то принципиально нового от салона Kia Seltos ожидать не стоит. Ну, разве что очень оригинальные сетки под динамики, а поверьте, на них стоит обратить внимание, потому что это очень необычно и оригинально. Кстати, за звук отвечает компания Bose на 8 динамиков. Еще одно важное примечание. Kia Seltos в России предлагается аж в 21 комплектации, что предоставляет огромный простор для персонализации. Согласитесь, мало кто может похвастаться таким многообразием. Что касаемо сердца машины, моторов всего три вида. Причем один из них в двух версиях форсировки. Итак, базовый Kia Seltos оснащается двигателем семейства Smart Stream, рабочим объемом 1,6 литра, мощностью 123 л.с. и 151 ньютон-метр момента с передним приводом и 121 л.с. и 148 ньютон-метров максимального момента с полным. Второй по старшинству 2.0 MPI, реализующий 149 л.с. и 180 ньютон-метров момента. Ну и самый дорогой, ну и самый мощный, это 1,6 TGDI, развивающий 177 л.с. и 265 ньютон-метров момента. И если первые два двигателя могут спокойно использовать низкооктановое топливо, то турбомотор автопроизводитель рекомендует заправлять только АИ-95 и выше. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механикой, что по классике жанра удешевляет комплектацию. Шести-диапазонным автоматом, бесступенчатым вариатором и специально для турбомотора устанавливается семискоростной преселективный робот. Давайте остановимся на подвеске. Это больная тема для корейцев. Либо они делают автомобиль комфортным, но валками слишком размазанным в управлении, либо повышают управляемость и сцепление, но комфорт при этом страдает. Как раз в случае с Kia Seltest стоит отметить более жесткие пружины и амортизаторы. Благодаря настройкам инженеров клиренс модели составляет 185 мм. Передний свет стал несколько короче, тогда как задний наоборот несколько увеличился. Ну и в конце о том, стоило ли новый Kia Seltest денег, которые за него просят. А просят за него в базовой комплектации минимальные 1 миллион 94 тысячи 900 рублей, тогда как максимально возможная цена 2 миллиона 39 тысяч 900 рублей. Если быть до конца честным, можно сказать, что в таком же ценовом диапазоне есть достаточно других вариантов. Но Kia Seltest берет своим оригинальным дизайном, и все же это популярная и продаваемая корейская машина. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нас везде, где найдете, рекомендуйте друзьям. Ваш Тарантас Ньюс. Пока! Пока!